Короткометражная лента «Подарок» – дебют Гаррика Випшковского в качестве молодого режиссера. В свое время он работал в Брестском академическом театре драмы, а переехав в столицу, переквалифицировался в оператора. Первая режиссерская попытка оказалась удачной. Творческий эксперимент вобрал в себя грусть и радость, любовь и настоящее переживание. 20-минутный фильм подтверждает мысль о том, что проблемы отдельной семьи актуальны и для всего общества в целом. Мне очень хотелось поговорить об отцах. И вот тут я наткнулся на эту историю, она меня зацепила действительно. Я буквально за ночь написал сценарий, очень долго думал, надо-не надо, брать-не брать, пробовать-не пробовать, сомневался. Но потом супруга меня потолкнула, стукнула кулаком по столу, сказала, надо, делай. За ночь был написан сценарий, за пару ночей еще раскадровка, и все, ребята, актеры согласились работать, и пошло-поехало. Раскадровка, съемки, монтаж – все это прошло за несколько дней. Небольшая притча из нескольких предложений вдохновила молодого режиссера написать целый сценарий, в основу которого легли вечные проблемы отцов и детей. Сегодня Гарик Вепшковский с удовольствием вспоминает процесс создания своего короткометражного творения, которое за несколько дней в интернете собрало тысячи просмотров. Успех ленты режиссер видит в искренности и вечности раскрытой темы. Каким должно быть кино, чтобы цеплять? Ну, оно, наверное, должно быть честным, в первую очередь искренним и злободневным. Не имеет значения, белорусский это зритель, российский, американский, французский, неважно. Если темы поднимаются те, которые, в принципе, интересуют сейчас все наше общество, а общество, оно во многом одинаковое во всех странах мира. Если тема, которая поднимается в моем фильме маленьком, она ведь актуальна не только для Беларуси, для любой страны мира. Куда ни приедь, везде есть такие проблемы. Но и надо делать честно. Надо, имея в виду честность, то есть вкладывать полностью себя самого, всего в этот фильм. Если тебя действительно цепляет та тема, на которую ты разговариваешь со зрителем, посредством экрана, то тогда фильм будет цеплять, он будет интересен, его будут смотреть. И он в конечном итоге, если говорить о коммерческом кино, он еще принесет тебе какую-то прибыль. Кинолента малобюджетная. Съемки фильма обошлись режиссеру всего в 500 долларов. Однако, небольшие финансовые затраты нисколько не повлияли на качество ленты. Фильм рассчитан на семейный просмотр. Возможно, именно это послужит хорошим толчком для налаживания тесных взаимоотношений между самыми близкими людьми. Продолжение следует...